Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, братья и сестры, все любящие чтение Слова Божия. Продолжаем с вами исследование книги Священного Писания Ветхого Завета Иова на библейском интернет-портале экзегет.ру. Сегодня мы с вами рассмотрим 19 главу. Отвечал Иов и сказал, доколе будете мучить душу мою и терзать меня речами? Вот уже раз десять вы срамили меня и не стыдились теснить меня. Если я и действительно погрешил, то погрешность моя при мне остается. Если вы хотите повеличаться надо мною и упрекнуть меня позором моим, то знайте, что Бог не спроверг меня и обложил меня своей сетью. Вот я кричу обида, и никто не слушает, выпию и нет суда. Видим, что ранее Вилдат, один из друзей Иова, обвинял Иова в его грехе. Видим, что Иов сознает свой грех. Он говорит, да, действительно, все по промыслу Божии. Бог обложил меня грехами. Но вы, говорит, меня уже раз десять упрекнули в одном и том же. Все, что вы мне говорите, я прекрасно слышу и очень хорошо понимаю. И вижу, раз десять упрекнули. Что здесь можно заметить? Здесь можно заметить какую-то долю даже злорадства или выискивания грехов в человеке. То есть в Иове. Они уже его просеяли до невозможности. То есть только и стараются найти в нем какие-либо согрешения, за что он наказуем. И по этому поводу свидетель Ант Златоуст замечает о бессердечии друзей, от которых Иов ждет поддержки в своем бедствии, но не находит. Вот что пишет свидетель Ант Златоуст. Вы клевещете на меня, говорит, не стыдясь меня и тесните меня. Пусть хотя бы достоинство карающего, говорит, пристыдит вас. Ибо не следует попирать тех, кого карает Бог, советует свидетель Ант Златоуст. Но скорбеть и сокрушаться, и тем более не следует радоваться чьей-то погибели. Ибо он не останется без наказания. То есть человек, который злорадствует. «В самом деле, кто может не устыдиться посланного им, то есть Богом, несчастья, пусть даже и недостоинства». Конец цитаты. То есть мы видим, что здесь свидетель Ант Златоуст в этих речах, как и сказано было выше, замечает злорадство друзей по отношению к Иову, но никакого нет сострадания. Есть такая история в Древнем Петерике. Еще некоторые старцы пришли тогда к Ави Пимену Великому и сказали ему, «Если мы увидим братья, то есть дремлющих во время службы, позволишь ли толкать их, чтобы они проснулись и бодрствовали?» То есть явно братья видят, что человек не молится, а, в общем-то, задремал, и поэтому надо, наверное, упихнуть или как-то поставить на место. И вот что отвечал Ава Пимен. Святой отвечал, «Если я увижу брата дремлющего, то положу голову на колени мои и успокою его». Конец цитаты. То есть мы видим, что святой Пимен говорит о том, что не всегда и нужно строго даже относиться к человеку, потому что мы не знаем, по какой причине есть эта усталость человеческая, и дает такой совет по своему человеколюбию, что не всегда он говорит, я бы брата, наоборот, бы пожалел. Вообще нужно заметить, что чем выше человек по подвигам своим, тем снисходительнее он к ближним, потому что знает на себе, чего стоит борьба с дьяволом. А ничтожество в духовной жизни обычно топорщится, шумит о себе, всех унижает, со всех взыскивает в действера. Это так уже замечено. Вот, например, книга Авдия. Пророк Авдий в Священном Писании действительно описывает о том, что злорадство не приносит человеку никакого или возвышения, степенью злорадства не приносит человеку никакой пользы, наоборот, даже губит и самого человека. Цитата. «Если и ты взлетел, как орел, если свел себе гнездо среди звезд, и оттуда тебя низвергнут». То есть помни о том, что человек, как бы ты ни возвышался, не возвышайся над другими, если видишь их страдания. За что эти и дометянин ждет такое наказание? Вот, а пророк Авдий пророчествовал против и дометян и отвечал. «Не смотрел бы ты на день своего брата, на день его беды, не радовался бы в день гибели сынов Иуды, не стоял бы на перекрестках, убивая беглецов, не выдавал бы уцелевший в день беды и близок день Господень ко всем народам, как ты поступал, так и с тобою поступят, что творил, к тебе и вернется». Конец цитаты. Действительно, как Господь говорит, «Как хотите, чтобы с вами поступали, так и вы поступаете с другими». Вот если у нас случается какая-то беда или какая-то скорбь, неужели мы ждем от людей, что они будут выискать у нас, за что у нас эта беда и за что у нас эта скорбь? Скорее всего, мы ждем того, чтобы люди как-то посочувствовали, пожалели, как-то поняли нас. Поэтому иногда даже так говорим, обижаясь на других людей, которые нас упрекают, мы говорим, что они нас не понимают. Это действительно так. Вся эта история, которая происходит с Иовом и с его друзьями, это непонимание друзей своего друга, который нуждается в их сочувствии. Есть и опасность злословия. Молодушие порыцания ближнего смущают мысль и не позволяют ей видеть свет Божий. Антоний Великий, преподобный, писал, цитата, «Старайся забыть известные тебе недостатки и погрешности брата. Да не отвергнутся уста твои, чтобы сказать о них, братья. Этим ты нанесешь тяжкую рану своей душе». То есть преподобный Антоний, конец цитаты, говорит о том, что забывай скорее недостатки братьев, а тем более не передавай о этих недостатках другим. И говорит о том, что этим ты наносишь вред своей душе. То есть осуждением, в общем, ты ранишь, человек предупреждает Антоний, преподобный, свою душу. Преподобный Ефрем Сирин также писал, цитата, «Бог жалеет о смерти души, которой есть образ его. Поэтому, кто радуется при всем, а не соболезнует, тот совершенно подобен сатане». Конец цитаты. Такие даже строгие слова. И мы, как читаем далее, 19 глава, 4 и 7 стих, как и прочитали уже, их, в общем-то, да, 6 и 7, где сказано, Иов говорит, «Вот я кричу, обида, и никто не слушает, выпию, и нет суда». Действительно, обида. Господь говорит, что как относиться к людям, которые нас обижают? Он говорит, «Благословляйте обижающих вас, и прощайте, и благословляйте проклинающих вас». Потому как, когда мы хотим поступить как-то в той или иной ситуации, то часто мы пользуемся, ну, какой-то, может быть, секулярной этикой и, может быть, секулярной психологией. Она гласит, что «делай так, чтобы меньше принести зла и чтобы тебе меньше было вреда». Но, думаю, что здесь не совсем это будет правильно, а правильно будет руководствоваться словами Священного Писания и отцами Церкви. То есть, молитесь за обижающих вас, говорит Господь, и благословляйте проклинающих. Вспомним, например, какие обиды были нанесены Иосифу, его братьями. Нигде не сказано, что он их проклинал, нигде не сказано, что он им как-то даже пенял в то, что они его обидели, и в ров бросили, и продали, и там, сколько он претерпел в Египте, и оклеветали его, и жена этого Патифара, царедворца, там оклеветала его. Но мы помним, да, жена телохранителя, но мы помним, что Иосиф все переносил, все переносил с кротостью и смирением, и за это он был возвышен, и братьев своих принял, и помним эту встречу из книги «Бытия». Также и Саул, помним, сколько обиды нанес Давиду, но когда он однажды, интересно, такая картина, пошел по нужде в пещерку, то Давид не стал его, мог его убить, он был сзади, за спиной, он там тоже находился, но он отрезал только кусочек одежды и сказал, я надержу на тебя зла, мог бы убить. И Давид, в общем-то, когда заступался за свой народ, мы помним, как он сокрушил Голиафа, такой опыт у него был, но он различал понимание, где брат, где друг, где враг, все он это понимал, поэтому понимал, что Саул — это помазанник Божий, и трогать его нельзя. И от самого также Давид терпел от сына, помним от сына своего множество различных обид от Давида Солома. Итак, мы видим, что обиды необходимо переносить, и их можно переносить только тогда, когда мы верим и любим Бога. Без Бога перенести их будет сложно. Далее мы видим, что Иов продолжает свою речь, он говорит о Боге, о Боге-промыслителе, он преградил мне дорогу, и не могу пройти, и на стези мою положил меня, совлек с меня славу мою, и снял венец головы моей, кругом разорил меня, и отложу, как дерево, он исторг надежду мою, воспылал на меня гневом моим, и считает меня между врагами своими. Видим, что Иов при всем при этом, он терпит Бога, он терпит все, что от Бога. Потому, как он сказал в самом начале книги, где мы читали эти слова, неужели мы только доброе будем принимать от Бога, а для испытания нашей веры, для утверждения, укрепления любви к Богу, мы не будем в этой временной жизни принимать, и что нам кажется, по нашему разумению, недоброе. Поэтому все, о чем он говорит, он говорит, я это все принимаю, эти бедствия, он просто их перечисляет, какие бедствия его постигли. Он как бы говорит, вот по истолкованию, например, одного из древних экзегетов, преподобного Исидора Пилосевота, мои беды, говорит, Иов невозможно преодолеть, подобно тому, как окруженные со всех второй стеной, или неспособные видеть, не могут продвигаться дальше, так, как я не могу выбраться из своих несчастий. И вот преподобный Исидор, ибо праведник поистине страдает не за грехи, но ради испытаний. Конец цитаты. И вот еще продолжает преподобный Исидор, он пишет, цитата, если никто, если несколько не страдать в настоящей жизни, выше жребия человеческого, то есть он говорит, что Бог не попускает человеку страданий сверх его сил, так говорит, если никто не страдает в настоящей жизни, выше жребия человеческого, то лучше страдать несправедливо, нежели справедливо, ибо одно свойственно любомудрым, а другое злодеем. То есть страдать несправедливо свойственно любомудрым, кто понимает это, а страдать справедливо свойственно злодеем. И дальше продолжает, одно благоискусным, другое Делающим на удачу. Одно служит причиной венцов, другое — воздаянием за грехи. Одно делает должником Бога, другое — есть уплата долгов. Конец цитаты. Такие интересные параллели проводит для нашего назидания преподобный Исидор Пелосиот. Он говорит, что тот, кто страдает несправедливо, он страдает и укрепляется для Царствия Христова, чтобы пройти эту жизнь, достигнув Царствие Божие. Потому как сказано, есть интереснейшие слова в Священном Писании, страдающий плотью перестает грешить. Очень важные слова. Поэтому если когда-то у нас какие-то есть страдания, то Бог нас хочет от чего-то отградить, чтобы мы не впали в какие-то другие согрешения. Приболел человек? Ну, слава Богу. Я помню, как звонил одному батюшке, когда я еще начинал первые шаги в юности делать в храм. Звоню ему, говорю, батюшка, как дела? Он говорит, слава Богу, болеем. Я-то не понимал, как это, слава Богу, болеем? Болеем это плохо. А когда к нему приезжал, старался это все-таки понять, как-то у него спросить. Говорю, ну, хоть есть время полежать, там, книги почитать, а то так все бегаешь, строительство, там, служба, строительство. Это можно и почитать, и так помолиться. Итак, действительно, человек, который страдает несправедливо, он становится любомудрым. То есть он любит мудрость и понимает, в чем это страдание. Братья моих, дальше мы читаем 13-15 стих. Братьев моих он удалил от меня, и знающие меня, чуждаются меня, покинули меня близкие мои, и знакомые мои забыли меня. Пришли в доме моем, служанки мои, чужим считают меня, посторонним стал я в глазах их. Вот Григорий Двоеслов, преподобный, святитель Григорий Двоеслов в этих словах видит страдание Христа. Действительно, все оставили меня, никто не заботится, как говорит псалмопевец Давид, кстати, в книге «Псалтирь», он говорит, никто не заботится о душе моей. То есть все оставили меня, никто не заботится о душе моей. Так и здесь Иов говорит, все оставили меня, я стал посторонним, как бы странником в своем доме. Так и Господь Иисус Христос был странник на этой земле. Он говорил, что негде мне голову преклонить, и птицы имеют гнезды, и лисицы имеют норы, а сыну человеческому негде преклонить головы. И вот свидетель Григорий Двоеслов так и пишет, цитата, «Итак, искупитель наш, которого не узнала синагога, в доме своем оказался посторонним». Это прямо подтверждает пророк, говоря, надежда Израиля, спасителя его во время скорби. Для чего ты, как чужой в этой земле, как прохожий, который зашел переночевать?» Пророк Еремия, 14 глава, 8 стих. «Когда не был услышан, как Господь, то как чужой в этой земле, и как прохожий, который зашел переночевать, он был, когда лишь немногих собрал в Иудеи, и, уйдя, призвать народы, завершил начатый путь». И далее Иов продолжает стенать и молиться, и говорит, «Зову слугу моего, и он не откликается, устами моими я должен молять его, гнушаются мною все наперстники мои, и те, которых я любил, обратились против меня». Действительно, такая ситуация бывает и в нашей жизни, когда ополчаются и на нас самые близкие люди. И самая, в общем-то, ссора, которая больно всегда переносится, переживается, это внутри, среди своих родственников, самых близких людей, которые, казалось, что они всегда тебя готовы принять, и всегда готовы дать тебе и ночлег, и накормить. И иногда оказывается, что это не так, и это самая горькая обида. Но об обиде мы уже было сказано, что как их переносить? Молиться за обижающих нас и благословлять проклинающих нас. «Подобно мишени, — говорит Иов, — я встаю перед ними, и они метают в меня все слова отвращения, которые готовы сказать». И здесь Иов дальше уже с молитвой обращается к Богу. И он как бы говорит о том, что невозможно найти утешение в людях и у людей. И он говорит, «Помилуйте меня, помилуйте меня, вы друзья мои». И дальше обращается сначала к друзьям, дальше говорит, «Ибо рука Божия коснулась меня. Зачем же вы преследуете меня, как Бог, и плотью моею не можете насыдиться?» То есть он говорит, что вы себя поставили на место Бога. Только Господь все знает, и Он знает, за что я страдаю. И вот, подходим к самым удивительным словам, которые звучат в этой главе, где Иов говорит, «Ой, если бы записаны были слова мои, если бы начертаны были они на книге, а я знаю, — 25 стих, — Искупитель мой жив. И он в последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою сию, и я во плоти моей узрю Бога. Я узрю его сам, мои глаза, не глаза другого увидят его». Очень важные слова, особенно людям, которые сомневаются о вечном воздаянии, и что будет с человеком после этой земной жизни. Здесь Иов ясно говорит, что никаких кармических перевоплощений невозможно. Человек больше не возвратится на эту землю. Он уже говорил об этом только лишь для суда. Представьте, воскресенье будет только лишь тогда, когда человек предстанет на суд Божий. И здесь Иова говорит, никто не другой, ни животное, ни камень, ни растение, а говорит, именно я. То есть в этих словах, в словах Иова выражена очень четко эта мысль о том, что личность человека, то есть душа, бессмертная душа человека, сохраняется, никак она не растворяется. Поэтому, когда люди, верующие в кармические перевоплощения, говорят о том, что человек забывает, что у него было, но иногда какие-то ситуации ему напоминают, что как будто он это видел, или как будто это у него было, это противоречит то, что сказано в книге Откровения в словах Иова Многострадального. Он говорит, моя душа, то есть я буду полностью осознавать мои слова, мой прав Господь восстанет, не душа другого, мои глаза увидят Бога, а глаза — это зеркало души. Итак, Иов возвещает истину здесь, действительно, и приход Христа, его суд и воскресение тела. Здесь Иов предваряет возникшее позже учение о воскресении. Люди, творящие дела зла, не понимают того, что грядет суд. И этими удивительными словами Иов завершает и подводит некий такой общий знаменатель всего тому, что было сказано им выше. И тогда мы видим, что это самая древняя книга, книга Иова, написана за 1850 лет до Рождества Христова, уже этот взгляд и надежда Иова на Господа и Спасителя. Как мы и прочитали с вами, Иов говорит, «И я во плоти моей узрю Бога». 25 стих. «Я знаю, Искупитель мой жив, и он в последний день восстановит из праха распадающуюся кожу мою. И я во плоти моей узрю Бога, я узрю Его». Итак, «Я знаю, Искупитель мой жив». Удивительная вера и любовь Иова к Богу дает ему эти силы, дает ему эти силы, дабы перенести все страдания, которые обрушились на него в этой жизни. Это очень хороший пример для нас, когда обрушивается на страдания, несчастье. Мы видим, что у Иова отнято все, и здоровье, и семья, и богатство. Что нам делать? Нам только лишь молиться этими словами и надеяться на Бога. Надеяться словами Иова и воскликнуть «Ей гряди, Господи Иисусе!» или, как воскликнул Иов, «Я знаю, Искупитель мой жив». Субтитры создавал DimaTorzok